Поехал я в Чакви на закрытое мероприятие. Компания Next будет презентовать свой новый проект. Примчался раньше всех, еще мало людей здесь пока. Мне выдали здесь на входе какую-то голубую бумажку и сказали сохраните, это ваш цвет. Там еще был на выбор розовое. А я думал здесь будут объявлять постройку нового комплекса, он уже оказывается построен. Мои едут еще, я погуляю тут по территории. Давай резюмируем тогда, что там, где мы были и что есть на продажу в этом комплексе. Таня, немножко расскажешь. Вообще начнем с того, что сегодня мы хотим проговорить про виллапарк от Next Group. Это коттеджный поселок, там всего 10 домов. Чуть вот так поправь, чтобы этот микрофон говорить. Спасибо, милый. Пожалуйста. В общем, это виллапарк, там всего осталось 4 дома на продаже. Это закрытая территория. Это очень классный поселок в Чаке. Ну, сколько там, минут 20, наверное, ехали на машине? Ну, 16 минут, пишут по навигатору, да. Ну, тем более, 16 минут. То есть, это на самом деле очень классно. Почему? Потому что сама по себе вилла, дом, ну, мне кажется, это про приватность. Да, есть такое. И там она есть. Да, то есть, и чем еще отличается поселок? То есть, там не так в ряд все стоят домики, а действительно есть какая-то обособленность. Ну, вы видите, да, что вокруг бассейна стоят несколько вилл, они все уже готовы. Мне очень понравились витражные окна. Панорамные. А, они огромные, да. А, кстати, а Давид еще не знает, а мы знаем. Там есть, знаешь, какая штучка, ты оценишь. Там можно с пульта открывать окна вверх и вниз. Это прям... А, да? Да. Потому Диана не могла отобрать эту занавеску. Ой, привычки. Всем пока. Не сломай, Диана, тут ничего. Не могу. Нет, ну, я не могу сюда. Пусть мне так вот. Мне дома все здесь. Короче, план подойти, открыть эффект на занавеске провалился. Вот мы колхозники, блин. Там кнопочка есть с пульта. Можно открыть герк и опустить. Это смешно. Мы пытались открыть руками. Ну, то есть, на самом деле, комплекс довольно современный. Да. Да, действительно, там есть панорамное остекление во всех комнатах. На первом этаже у нас, получается, зона гостиной. Есть еще помещение, которое можно использовать самостоятельно. Под кабинет. Там даже, кстати, сауну можно сделать. Можно просто какая-то летняя терраса. Как угодно можно использовать. Кухня, санузел. И на втором этаже две просторные спальни. Кстати, мастер-бедрум. А мне понравилась спальня с открытой ванной. Мастер-бедрум. Это мастер-бедрум, да, называется? То есть, я прямо уже вижу, как это просыпается жена, а там моя голая ляха свисает с ванной. Такой, привет. Я думала, наоборот, ты просыпаешься. А жена красивая в ванной. А еще из окна, из окна открывается гидно-мандариновый сад. Это, правда, очень классно. При этом там же совсем рядышком вход в ботанический сад. Под морем буквально 300 метров. А ты заметил, там еще речка, в которой ловят рыбу. А что это значит? Что она чистая. Там местные жители ловят рыбку. Вот, поэтому... А, кстати, там еще, знаешь, что очень круто? Даже в Батуми не везде это найдешь. Там построили прямо рядом с комплексом новый детский сад. Он уже работает. Он огромный, кстати, большой такой, красивый. Я думал, он не новый? Новый-новый. Да, прикольно. Вот еще он удобный, кстати. Вот для семей с детьми, вот возраст детского сада. И еще там площадка детская классная. Детская площадка. И футбольная площадка, там рядом дети футбольные. Футбольная, баскетбольная площадка, детская площадка, бассейн. При этом у каждой виллы есть еще своя территория, земли. То есть там вы можете сделать зону барбекю, можете сделать какие-то гамаки, качели. Можете сделать дополнительный бассейн. Кстати, некоторые собственники, кто уже купили, тоже там все сделали индивидуальный бассейн. То есть все на ваше усмотрение, никаких ограничений нет. При этом вся территория закрыта, охрана. Охрана, да. Да, все очень достойно. Рядышком еще находится тоже один из крупных комплексов, который уже построен. Удобно велосипеды можно парковать возле виллы, и никто их не стырит. А тут тырит что ли? У нас в нашем подъезде, у нас в Грузии одна из самых безопасных стран в мире, но у нас вчера в подъезде стырили мопед. Покататься, может, взяли, вернули. А ты видел, как зонтики в Гранд Моле оставляют? Их же не тырит. Ну да. Ну, видите, везде, в семейне без урода, как говорится. Кстати, вообще, я замечала летом, в сезон, когда очень много приезжает туристов с разных стран, особенно со страны СНГ, они привыкли к такому, что здесь все безопасно. И я стою на кассе в супермаркете и наблюдаю картину, что девушка заходит и пытается оставить, при кассовой зоне есть такие кабинки, где можно оставить свои вещи, с которыми ты пришел. Она одну открывает, вторую открывает, третью открывает и обращается к охраннику. Она говорит, а где ключи? Он говорит, зачем? Зачем? Она такая, ну как, зачем, говорит? Он такой, ну вот же положите, говорит, они же свободны. Ну ведь заберут вещи, он такой, кто? Ну то есть, такой диссонанс. Поэтому, да, действительно, в Грузии довольно безопасно. Не, на самом деле, я всегда топлюсь за то, что в Грузии безопасно. Я для этого даже сделал целый огромный выпуск на 45 минут. Называется «Факты о Грузии, которые вы не знали». Оставим ссылку в описании, обязательно посмотрите. Кстати, еще добавлю один интересный факт. Когда крупные девелоперы строили отели, у них просто даже нигде не щелкнуло, что нужно обязательно устанавливать сейфы. И когда отельеры заходили, они сказали, где сейф? И они такие, в смысле, зачем? И в итоге, конечно, они их установили. После этого уже подписали контракты на управление. Ну то есть, вот, менталитет у Грузии такой, что, как бы, ну, чужого никто никогда не возьмет. Так, еще вот важный момент. Че почем? А, че почем? Давайте, да, вернемся к нашим виллам. Сами виллы площадью 145 метров, 145,5 квадратных метров. Они уже все готовы, они продаются в зеленом каркасе. То есть, если вы покупаете в зеленом каркасе, сейчас действует акция. Только на одну виллу из четырех, которые остались, стоимость 250 тысяч долларов. Это с учетом зеленого каркаса. Но также вы можете заказать ремонт от застройщика. Мы вчера уже сняли видео, какой делает ремонт сам застройщик. Честно сказать, не ожидала. Да, мы были в шоу-руме, очень прикольно. Очень достойно и по качеству. То есть, туда можно приехать, просто нам звоните, мы вам организовываем поездку, приезжаем, все вам на месте показываем. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить компанию Next, что пригласили нас на такой замечательный вечер. Мы выиграли вчера подарок, фартук. Выиграл фартук. Фартук выиграл Давид, чтобы стоять у плиты. Я выиграла сертификат на бесплатное посещение целого месяца в спа в Рэдисон, чтобы приводить свою дамскую психику в порядок. Да, есть только сертификатов дарят в эти спа-центры, она переезжает туда жить. Ой, кстати, вообще по поводу Next Group тоже хочется отметить. Это один из крупнейших застройщиков не только уже в Батуми, но еще и в Дубае. И они отличаются от многих тем, что они строят абсолютно во всех локациях. Чакви, Махинжаури, Батуми, Гонио. И все комплексы очень разные. То есть есть жилые, есть апартаментные, есть гостиничные комплексы. Цены, рассрочки, все очень интересные. Поэтому, если на виллу вы пока не созрели, в любом случае пишите, мы вам сделаем классные предложения. Тем более от Next Group для наших клиентов всегда есть индивидуальные условия. Всем спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения. И еще последний, знаешь, извечный вопрос. Дом или квартира? Задумайтесь. Пока.